здравствуйте ребята с вами надежда николаевна добро пожаловать на канал баба надя и сейчас у меня еще одна попытка записать для вас рассказ николая носова мишкина каша первые две попытки были неудачные может быть это будет удачно и так век живи век учесть так мишкина каша николай носа просто слушайте один раз когда я жил с мамой на даче ко мне в гости приехал мишка я так обрадовался что и сказать нельзя я очень по мишке соскучился мама тоже была рада его приезду обратите внимание как все радуются приезду мишки это очень хорошо что ты приехал сказала она вам вдвоем здесь веселей будет мне кстати завтра надо в город поехать я может быть задержусь проживете тут без меня два дня конечно проживем говорю я вы не маленькие только вам тут придется самим обед готовить сумеете сумеем говорит мишка чего-то не суметь ну сварите суп и кашу кашу ведь просто варить своими кашу чего там ее варить говорит мишка я говорю ты смотри мишка а вдруг не сумеешь ты ведь не варил мне раньше не бойся я видел как мама варит сыт будешь не помрешь с голоду я такую кашу сварю что пальцы оближешь на утро мама оставила нам хлеба на два дня варенье чтобы мы чай пили показала где какие продукты лежат объяснила как варить суп и кашу сколько крупы положить сколько чего мы все слушали только я ничего не запомнил зачем думаю раз мишка знает потом мама уехала а мы с мишкой решили пойти на реку рыбу ловить наладили удочки накопали червей постой говорю обед кто будет варить если мы на реку уйдем чего там варить говорит мишка одна возня сиди весь хлеб а на ужин сварим кашу кашу можно без хлеба есть нарезали мы хлеба намазали его вареньем пошли на реку сначала вы купались потом разлеглись на песке греемся на солнышке и хлеб с вареньем жуем вот такая картина получилась потом стали рыбу ловить только рыба плохо плевала поймали мы всего с десяток пескариков целый день мы на реке проболтались к вечеру вернулись домой голодные но мишка говорю ты специалист что варить будем только такое чтоб побыстрее есть очень хочется давай кашу говорит мишка кашу проще всего ну что кашу так кашу и так продолжаем дальше следующую часть пришлось нам сделать паузу а дальше продолжаем давай кашу говорит мишка кашу проще всего ну что ж кашу так кашу растопили плиту мишка насыпал в кастрюлю крупы и я говорю сыпь побольше есть очень хочется он насыпал полную кастрюлю и воды налил до верху немного ли воды спрашиваю размазня получится ничего мама всегда так делает ты только за печкой смотри а я уж сварю будь спокоен ну я за печкой смотрю дрова подкладываю а мишка кашу варит то есть не варит а сидит да на кастрюлю смотрит она сама варится скоро стемнело мы зажгли лампу сидим ждем когда каша сварится вдруг смотрю крышка на кастрюле приподнялась и из-под нее каша лезет вот так вот она лезет видите как она лезет на кастрюлю огромная мишка говорю что это почему каша лезет куда шутер знает куда из кастрюли лезет мишка схватил ложкой стал кашку обратно в кастрюлю впихивать мял ее мял она будто пухнет в кастрюле так и вываливается наружу не знаю говорит мишка чего это на вылезать вздумала может быть готова уже я взял ложку попробую крупа совсем твердая мишка говорю куда же вода девалась совсем сухая крупа не знаю говорит я много воды налил может быть дырка в кастрюле стали мы кастрюлю осматривать никакой дырки нет наверное испарилась говорит мишка надо еще подлить он переложил лишнюю крупу из кастрюли в тарелку и подлил в кастрюлю воды стали еще варить дальше варили варили смотрим опять каша наружу лезет вот видите как она лезет и лезет посмотрите что творится ах чтоб тебя говорит мишка куда же ты лезешь схватил ложку опять стал лишнюю крупу откладывать отложил и снова бух туда кружку воды вот видишь говорит ты думал что воды много а ее еще подливать приходится варим дальше что за комедия опять вылезает каша я говорю ты наверное много крупы положил она разбухает ей тесно в кастрюле становится да говорит мишка кажется я немного крупы и переложил это все ты виноват клади и говорит побольше есть хочется откуда я знаю сколько надо класть и ведь говорил что умеешь варить но и сварю не мешай только пожалуйста не буду тебе мешать отошел я в сторону а мишка варит то есть не варит а только и делает что лишнюю крупу в тарелке перекладывает весь стол уставил тарелками как в ресторане и все время воды подливает я не вытерпел и говорю ты что не так делаешь так ведь до утра можно варить а что ты думал в хорошем ресторане всегда обед с вечера варят чтобы на утро поспел так то говорю в ресторане им спешить некуда у них еды много всякой а нам-то куда спешить нам надо поесть до спать ложится смотри скоро 12 часов успеешь говорит выспаться и снова бух кастрюлю воды тут я понял в чем дело ты говорил все время холодную воду льешь как же она может свариться а как по-твоему без воды что ли варить выложить говорю половину крупы и налить воды сразу побольше и пусть себе варится взял я у него кастрюлю вытряхнул из нее половину крупы наливай говорю теперь воды доверху мишка взял крошку полез ведро нету говорит воды вся вышла что же мы делать будем как за водой идти темнота какая говорю и колодца не увидишь чепуха сейчас принесу он взял спички привязал к ведру веревку и пошел к колодцу через минуту возвращается а вода где спрашиваю вода в колодце сам знаю что в колодце где ведро с водой и ведро говорит в колодце как в колодце так в колодце упустил упустил вот такая ночь темная звезды на небе светлые ах ты говорю размазня ты что ж нас уморить голодом хочешь чем теперь воды достать чайником можно я взял чайник и говорю давай веревку а я нет веревки где же она где там где там ну в колодце так ты значит с веревкой ведро пустил ну да стали мы другую веревку искать нет нигде ничего говорит мишка сейчас пойду попрошу соседей с ума говорит сошел ты посмотри на часы соседи спят давно тут как нарочно обоим нам пить захотелось кажется сто рублей за кружку воды отдали бы мишка говорит это всегда так бывает когда нет воды так еще больше пить хочется поэтому в пустыне всегда пить хочется потому что там нет воды я говорю ты не рассуждай а еще веревку где же ее искать я везде смотрел давай леску от удочки привяжем чайнику а леска выдержит может быть выдержит а если не выдержит ну если не выдержит то оборвется это и без тебя известно размотали мы удочку привязали к чайнику леску и пошли к колодцу опустили чайник в колодец набрали воды леска натянулась как струна вот-вот лопнет не выдержит говорю я чувствую может быть если поднимать осторожно то выдержит говорит мишка стал я поднимать потихонечку только приподнял над водой плюх и нет чайника не выдержала спрашивает мишка конечно не выдержала чем теперь доставать воду самоваром говорит мишка нет уж лучше сам вар просто бросить в колодец по крайней мере возиться не надо веревки то нет ну кастрюлей что у нас говорю по-твоему кастрюльный магазин тогда стаканом это сколько придется возиться пока стаканом воды наносишь что же делать надо ведь кашу доварить и пить до зарезу хочется давай говорю кружкой кружка все-таки больше стакана пришли домой привязали леску кружки так чтобы она не переворачивалась вернулись колодцу вытащили по кружке воды напились мишка говорит это всегда так бывает когда пить хочется так кажется что целое море выпьешь а когда останешься пить так одну кружку выпьешь и больше уже не хочется потому что люди от природы жадные я говорю нечего тут на людей наговаривать тащи лучше кастрюлю с кашей сюда мы прямо в нее воды натаскаем чтобы не бегать двадцать раз с кружкой мишка принес кастрюлю и поставил на край колодца я ее не заметил зацепил локтем и чуть не столкнул в колодец ах ты растяпа говорю зачем мне кастрюлю под локоть сунул возьми ее в руки и держи крепче и отойди от колодца подальше а не то и каша полетит в колодец мишка взял кастрюлю и отошел от колодца я натаскал воды пришли домой каша у нас остыла пить погасло растопили мы снова печь и опять принялись кашу варить наконец-то у нас закипела сделалась густая и стала пыхтеть пых пых о говорит мишка хорошая каша получилась знатные я взял ложку попробовал что это за каша горькая несоленая и воняет гарью мишка хотел тоже хотел попробовать но тут же выплюнул нет говорит умирать буду а такую кашу не стану есть такой каши наешься и умереть можно говорю я что же делать не знаю чудаки мы говорит мишка у нас же пискаре есть я говорю некогда теперь уже с пискарями возиться скоро светает начнет так мы их варить не будем а зажарим это ведь быстро раз и готова ну да давай говорю если быстро а если будет как каша то лучше не надо в один момент вот увидишь мишка очистил пискарей положил на сковородку сковородка нагрелась пискари прилипли к ней мишка стала дирать пискарей от сковородки ножом все бока ободрал им умник говорю кто же рыбу без масла жарит мишка взял бутылку с подсолнечным маслом налил масло на сковородку и сунул в печь прямо на горячие угли чтоб поскорее зажарилась масло зашипела затрещала и вдруг вспыхнула на сковородке пламенем мишка вытащил сковородку из печки масло на ней пылает и до пожара недалеко то ребята я хотел водой залить а воды у нас во всем доме ни капли нет так она и горела пока все масло не выгорело в комнате дыме смрад от пискарей и угольки остались ну говорит мишка что теперь жарить будем нет говорю больше я тебе ничего жарить не дам мало того что ты продукты испортишь так ты еще пожар устроишь из-за тебя весь дом сгорит довольно что же делать есть ведь хочется попробовали мы сырую кругу жевать противно попробовали сырой лук горько масло попробовали без хлеба есть тошно нашли банку из-под варенья ну мы и вылезали и легли спать уже совсем поздно было на утро проснулись голодные мишка сразу полез за крупой чтобы варить кашу я как увидел так меня даже в дрожь просила не смей говорю сейчас я пойду к хозяйке тети наташи попрошу чтобы она нам кашу сварила мы пошли к тете наташи рассказали ей все обещали что мы с мишкой все сырники у нее на огороде выпалим только пусть она поможет нам кашу сварить тетя наташа сжалилась над нами напоила нас молоком дала пирогов с капустой а потом усадила завтракать мы все ели и ели так что тети наташин вовка на нас удивлялся какие мы голодные были наконец-то мы наелись попросили у тети наташи веревку и пошли доставать из колодца ведро и чайник много мы провозились и если бы мишка не придумал якорек из проволоки смастерить так бы ничего и не достали а якорьком крючком подцепили и ведро и чайник ничего не пропало все вытащили а потом мы с мишкой и вовкой сорняки на огороде пололи мишка говорить сорняки это чепуха совсем нет трудное дело гораздо легче чем кашу варить и так ребята вот вы прослушали эту историю в некоторых местах конечно можно хохотать ну а на всякий случай я вам говорю пропорция чтобы сварить кашу вот например для гречихи например да это один стакан каши то есть крупы едва стакана воды как раз будет в норму а вот если пшено например пшенную кашу пшено очень разваривается поэтому на один стакан крупы наверное нужно взять стаканов 5 воды точно угадайте ну а для риса наверное на один стакан рисовой крупы нужно взять три стакана воды и так ребята с вами была надежда николаевна нажимайте колокольчик подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и я буду знать что мои чтения вам нравится всего хорошего до свидания клиенты 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 в